Партнер программы «Новости» – Медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Античный бык, каменный жертвенник и еще 200 артефактов. Фонд Анапского археологического музея пополнился уникальными экспонатами. Не дня без дела. Анапские школьники летние каникулы проводят не только весело, но и используя для ума и здоровья. Жить ради других. А самой важной, нужной и сложной профессии на примере одного доктора с более чем полувековым стажем. На личных приемах главе города Анапчин обращается с самыми разными проблемами. Так, жители улицы Родниковая, села Бужор, пришли к Сергею Сергееву с жалобой на недостаточную подачу воды. Задача обеспечить селян жизненно важным ресурсом в полном объеме поставлена руководству водоканала. Как выполняется поручение мэра, узнавали наши корреспонденты. Длина Родниковой – почти полтора километра. Разница в высоте между первым и крайним на улице домом – 40 метров. До верхней точки давления просто не хватает. С этой проблемы к главе и обратились жители Бужора. Тогда руководитель Анапского водоканала Ярослав Царевский пообещал установить насосную станцию во второй половине июня. И вот долгожданный июнь, а вот улица Родниковая. Специалисты водоканала уже построили здание насосной станции, сделали новый разводной узел, ждут насосное оборудование, которое придет на предприятие в ближайшие дни. Уже насосное оборудование, запорная арматура оплатили. Ждем, когда ее нам доставят. Технические условия на электроснабжение. Уже подана заявка. То есть в скором времени, я думаю, что мы сможем подавать на улицу Родниковую воду, питьевую воду. Оборудование будет установлено импортное насосы фирмы Вилла, которые минимум шума, энергосбережение от них хорошее. То есть здесь будут стоять три насоса взаимозаменяемые, чтобы вдруг один какой-то вышел из строя, у нас сразу мог подключиться другой насос и подавать беспребойно воду. Кроме того, решили здесь и другую давнюю проблему с электричеством. На улице установили новые электрические подстанции. Свет сделали, ничего, все нормально. Вода. Сейчас насос подключали. Не хватает мощности воды, давления. Чтобы до конца улицы вести. А теперь, короче, насос поставили, обещали, будет воды. Полностью завершить работу по запуску насосной станции специалисты водоканала планируют до конца месяца. Жители Родниковой будут и с водой, и с электричеством. На очереди дорога. Ее отремонтируют во второй половине этого года на бюджетные средства. Раскопки античной сельскохозяйственной усадьбы в районе Джимите увенчались успехом. Свыше 200 артефактов было передано Анапскому музею Горгипи. В основном это предметы домашнего быта, орудия труда, монеты и строительные остатки. Поражает возраст находок. Все они датированы примерно IV-II веками до нашей эры. Сейчас большая часть артефактов находится в архиве музея. Нашей съемочной группе удалось узнать, что за уникальные исторические предметы веками скрывала Анапская земля. Несмотря на солидный возраст, некоторые находки неплохо сохранились. Один из самых любопытных экспонатов – фигурный сосуд в виде быка. Фемиамтеи – так называли эти сосуды древние греки. С их помощью жители просили у богов богатый урожай. Вот в эту чашу закладывалось нечто, что поджигалось, сгорело. Наверное, появлялся какой-то дым, приятный запах. Если посмотреться, то на стенках этой чаши видны следы копоти. Есть и вещи покрупнее. Три пифа с археологи буквально собирали по кусочкам. Это специальные емкости для хранения продуктов и жидкостей. Особо крупные использовались даже в качестве жилья. Например, всем известная бочка диогена. Такие каменные плиты обычно встречаются в курганах. По предварительной версии, этот круг – жертвенник. С его помощью задабривали богов подземного мира. Естественно, все жертвы были мирными. Вино, пшеница, фрукты, овощи. Жертвенники типа СХ у нас время от времени обнаруживались. При раскопках, как я уже сказал, как правило, на курганах и на могильниках. Но вот сам факт, что это жертвенник, связанный не с погребальным обрядом, а именно с занятием жителей поселения и следским хозяйством. Остальные артефакты сейчас находятся в архиве Анапского археологического музея. Их необходимо зарегистрировать и пронумеровать, а также придать некоторым находкам, что называется, музейный вид. Все эти экспонаты планируется включить в экспозиции лишь в следующем году. В Анапе продолжают работать лагеря дневного пребывания. На протяжении всего лет разнообразный досуг для детей организовывают более 40 учебных заведений. В школьном летнем лагере Силага и Кадзор решили расширить спортивную программу. Младшие классы делают первые шаги в гандболе и баскетболе. Те, кто постарше, могут попробовать себя в скалолазании. В этом году летние площадки в школах города-курорта работают не в одну, а в две смены. Девятиклассники готовят танец на выпускной. В холле выставка рисунков и поделок к Году экологии. В летний лагерь, организованный в 14-й школе, ходят около 100 детей. Это первая смена. Во вторую пойдут еще 60. Утром завтрак до половины третьего. Самые разные мероприятия с перерывом на обед. Интересно там что-то делать с друзьями, там играем. Мы здесь проводили веселые старты, делали разные самоделки, там ромашки. Вот сейчас мы сделаем пингвинчика. Для меня здесь самое интересное то, что мы делаем самоделки. Досуг помогают организовать сельские клубы, библиотека. Сегодня, например, читали стихи. В рамках лагеря проходят конкурсы, мастер-классы. Работает педагог-психолог. Он может помочь с выбором будущей профессии. Из новинок в этом году мы больше включили спортивное направление, а также обучение детей начальной школы спортивным играм. Не подвижным, а спортивным играм. Таким, как гандбол и баскетбол включили раньше, чем в программе они просто идут. Что-то новенькое для детей, учителя физкультуры решили поэкспериментировать в этом году. Такой скалодром единственный в своем роде. Чтобы каждый мог попробовать себя, сделали самую простую трассу. Камни удобно расположены и за них легко ухватиться. Не сложно. Там надо держать руками за камечкой, которая приклеена, закручена. Там по ситуации, когда лезешь наверх, видно, что не можешь за этот камень, за другой на нас ходиться. Первые смены открылись в 16 общеобразовательных школах. Второй поток примут уже в 29 учебных заведений. Всего в этом году в лагеря дневного пребывания примут более 4 тысяч юных анапчан. Не менее интересный досуг, но уже для детей со всей страны организовывают и анапские здравницы. Дети купаются в море, занимаются спортом, проявляют себя в творчестве. Кроме того, именно в Анапе маленький отдыхающий часто имеет возможность пообщаться со своими кумирами. Например, федеральный детский центр смены регулярно посещают известные люди и звезды российской эстрады. На этот раз к сменовцам приехали известный танцовщик, хореограф, участник проекта «Возвезда танцпола и танца на ТНТ» Ильшат Шабаев и артист лейбла «Блэк Стар Мот». Ильшат Шабаев провел для детей мастер-класс по хореографии. За несколько часов он показал то, чему танцоры учатся месяцами. В течение трех дней сменовцы будут разучивать танец, с которым выступят на одной сцене с певцом Мотом. Он также проводит для них мастер-классы только по вокалу. Артисты с удовольствием отвечают на вопросы детей и раздают автографы. Впечатления от таких встреч одинаково яркие, как у ребят, так и у самих звездных гостей. Я очень рада. Огромные эмоции просто. И волнение, и радость, и переживание. Но, в общем, это все складывается в одно и невероятное ощущение. В целом, очень нравится со всеми работать, особенно с младшей группой. Это прям душа. Они меня так сильно расслабляют, что сосредоточиться невозможно. Порой бывает. Что-то начинаешь объяснять, у них сразу какие-то ассоциации на движение, начинают какие-то вопросы задавать. Это напоминает это, это рыбка, это там змейка, это там небо. И да, 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 начинаешь расслабляться и все. Тут надо как-то себя собирать, а не их. В Анапе сохраняется запрет на купание. В связи с сильным донным течением купание в море может оказаться опасным. Управление гражданской обороны и защиты населения просят родителей быть бдительными и усилить контроль за детьми. Обычный тигун продолжается недолго. Следите за сигнальными знаками на пляже. Как только черный шар сменится на зеленый, белый или желтый, значит купаться разрешено. Не профессия, а призвание. В преддверии Дня медика наша съемочная группа побывала в гостях у человека, который большую часть своей жизни посвятил помощи людям. Врач Юрий Тюняев на днях отметил свое 80-летие. Ровесник Краснодарского края, кандидат медицинских наук. Он один из немногих в то время использовавших курортные факторы Анапы в лечении кожных заболеваний. И сегодня он рассказал нам о своем нелегком пути к делу всей жизни. Здравствуйте! Здравствуйте! Юрий Тюняев, кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Юрий Тюняев родился и вырос на Кубани. В медицине решил посвятить себя еще будучи школьником. Тогда поступить в медицинский так и не смог. Не позволяли средства, но от мечты не отказался. Решил двигаться к ней постепенно. Закончил медучилище по специальности фельдшер, практиковался в небольшом поселке Пермского края и, накопив нужную сумму на заветную мечту, все-таки поступил в Красноярский медицинский институт. Но и тут было не все так просто. Учебу пришлось совмещать со службой в армии. Ну, а мне же еще год служить. И спасибо. Я его всю жизнь помню и буду помнить. Мой командир пошел мне навстречу. Он отпускал меня на занятия четыре раза в неделю в вечернее отделение. По работе Юрий Тюняев побывал в разных городах. Но самой близкой сердцу всегда оставалась родная Кубань. Сюда он и вернулся в 70-м году. Тогда городской больнице АНАПы требовались высококвалифицированные кадры. И он без раздумья согласился пополнить ряды АНАПских медиков. Здесь прошел путь от главного врача, кожного нейрологического диспансера до первого заместителя центральной больницы. И на всем пути оставался человечным и открытым для своих пациентов. Каждого знал по имени. Идем по городу на праздник. По центральной улице. Идет заведующий город здраводелом, главные врачи. Народ идет навстречу и гуляет. Со мной «Здравствуйте, Юрий Кузьмич! Здравствуйте, Юрий Кузьмич!» А этот город здраводелый заведующий говорит «Тебя больше знаю, чем меня!» Я говорю «Ну, каждому свое!» Юрий Кузьмич посвятил медицине больше полувека. На пенсию ушел в 73 года. Говорит, что считает себя счастливым человеком. И не жалеет ни одного прожитого дня. В том числе и благодаря своей профессии. Вы знаете, я испытывал, ну, сказать, эстетическое удовольствие. Да, наверное, каждый врач. Когда ты видишь, как на твоих глазах человек поправился, выздоровел. Это очень большое и приятное чувство. Я считаю, что медиками должны быть призванные люди. Я считаю, что медиками должны быть призванные люди. Он не помнит, сколько грамот и благодарностей получил за время работы. Да их и не счесть. Некоторые красуются в рамках, другие аккуратно сложены в альбом. Но, как признается он сам, нет больше награды, чем благодарность поправившегося пациента. И в преддверии профессионального праздника своим коллегам желает сохранить самые главные качества врача – человечность и отзывчивость. Будьте доступными, благожелательными. Не забывайте, что вы медработник. Что одно слово ваше может повлиять и на психику, и на состояние, и на излечение. Жители Анапы уже давно оценили продукты, которые представляет розничная сеть «Тавровские мясные лавки». Популярность продукции выросла настолько, что руководство приняло решение открыть еще два магазина в Анапе. Чем побалуют в новом курортном сезоне жители и гостей ростовские производители, расскажем в нашем сюжете. Фирменный магазин на Южном рынке пользуется большим спросом. Ежедневно в межсезонье его посещают до 500 человек. В курортный сезон количество покупателей увеличивается в разы. Продукция «Тавровских мясных лавок» известна по всему Краснодарскому краю и Ростовской области. Ведь основная ценность в том, что при ее изготовлении используется экологически чистое донское и кубанское мясо. У нас очень большой выбор. Выбор колбасных изделий, выбор охлажденной курочки. У нас есть молочная продукция. У нас очень хорошая продукция заморозки. У нас фирменные наши пельмени. Выбор очень широк. Одних только колбасных изделий – более 250 наименований. Вареные, копченые, сырокопченые, сосиски, сардельки, ветчины разных вкусов и сортов. Даже искушенному покупателю придется задуматься над выбором. Свежая продукция всегда. Продавцы очень отзывчивы. Мне нравится и фарш помелят с мяса, которое ты выбрал. И цены, в принципе, ничем не отличаются от рынка. Но не скажу, что там где-то дешевле можно пойти купить. И, по крайней мере, это все в холодильниках чистенькое. Большим спросом пользуется охлажденная мясная продукция – говядина, свинина, баранина. Мясо всегда свежее и не подвергается заморозке. Настоящая находка для самых привередливых любителей шашлыка. Популярность ростовского колбасного завода возросла в Анапе настолько, что руководством было принято решение расширить торговую сеть. От жителей города, видимо, это связано с качеством обслуживания, с качеством продукции нашей, поступали неоднократные звонки и предложения открыть еще магазины в других районах. В апреле и мае месяце было открыто еще два магазина. Это по улице Крымской и улице Парковая. Мясная лавка на улице Крымской расположилась прямо в павильоне остановки. Здесь всегда многолюдно и очень удобно по дороге с работы зайти за свежей мясной продукцией. Товары есть не только на любой вкус, но и кошелек. Тавровские мясные лавки учитывают потребности и возможности разных слоев покупателей. Здесь регулярно проходят акции со скидками. К пенсионерам особое отношение. Местным жителям, которые тут недалеко живут, магазин понравился. Сейчас и приезжие приехали, тоже заходят в магазин, покупают. Приезжие покупают в основном пельмени, колбасу, молочко и кефир. А местные берут мясо. По ценам лояльно. Все свежее. Колбаса, кура, мясо. Живем рядом. Дешевле еще на рынке. Берем постоянно. Все очень вкусно. Еще один магазин расположился на улице Парковой в районе Восточного рынка. Здесь также всегда многолюдно, поэтому от клиентов нет отбоя. Широкий ассортимент молочной продукции, а также сопутствующие товары. Более 50 сортов приправ, соусы и кетчупы. Очень кстати дополняют мясной ассортимент. Приобрести всю продукцию жители и гости Анапы могут по адресам. Улица Парковая, 93А, Крымская, 98А, Амелькова, 28А и Астраханская, 75А. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова